Господь любит всех нас, Господь ищет каждого из нас, Господь ищет встречи с каждым из нас, и, конечно же, не желает терять ее. Но так устроена наша жизнь, что в течение ее мы как-то отвлекаемся на разные моменты и где-то забываем, где-то забываем ту первую встречу, ну и вообще отвлекаемся на что-то кружево. Господь однажды прикоснулся к каждому. Давайте мы просто вспомним этот момент. Когда Он прикоснулся к вашему сердцу и сказал «Привет, наконец-то мы встретились, наконец-то мы с тобой имеем этот диалог. Спасибо, что отозвался и, знаешь, дальше я не хочу прерывать этот диалог. Давай его просто строить. Давай идти шаг за шагом, и мы будем с тобой получать прекрасные ощущения здесь, на земле». 12 глава 1 Коринфянам говорит нам следующее. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас». То есть в определенное время мы с вами жили и думали, что вообще так все живут, так в порядке жить, и так прекрасно, нет ничего другого, другой перспективы. Но вот однажды Он не ворвался, а вот так вот мягко вошел в нашу жизнь и говорит «Знаешь, у меня для тебя другой план, у меня для тебя вот другое пожелание, как от любящего Отца. Я хочу, чтобы ты жил и жил вечно». Поэтому вот то, что ты думал, что там как бы ты жил и тебя кто-то водил, то вот сейчас ты осознаешь, что значит «я веду тебя». Очень важна эта первая встреча. Но кроме этой первой встречи очень важны переосмысления. Сегодня мы поговорим именно об этом. Переосмысление. По статистике, каждый понедельник, начало недели, начало месяца и года – это лучшее время, чтобы что-то переосмыслить и поставить новые планы и цели. Мы с вами в новом году, правда? Куда уже более. Первая неделя, и кто еще не успел переосмыслить прошедший год и спланировать что-то на будущее, сегодня самое время. Но Господь говорит, я хочу начать с самого фундамента – это ты и я. Потому что от того, как ты и я настроим эту волну, будет зависеть все остальное. Именно так удивительно и чудно устроена 12 глава 1 Коринфян. Перед этим в 11 мы с вами, я верю, вспоминали, да, то, что совершил Господь вместо нас и за нас на вечере Господней. И 11 глава говорит о вечере. Что такое вечере? Вечере – это то время, когда мы с вами приходим и обновляем тот завет, который когда-то заключили с нашим Богом. То есть обновляем те отношения, пересматриваем, может, что-то произошло не так. То есть мы видим, что пересмысление отношений происходит не раз в году и даже не раз в три месяца. А по сути это пересмысление должно происходить у нас каждый день. И вот Господь, приведя нас на вечерю, вновь соединился с нами. А в Новый год, когда мы входим, Он говорит, я хочу тебе открыть эту 12 главу, поговорить о тебе и обо мне. Потому что с этого начинается все. Итак, до какого-то периода и какого-то времени ты ходил и думал, что ты сам по себе нет. Нет, ты где-то поклонялся идолам, но в определенный момент ты позволил мне войти в твою жизнь. И вот теперь мы идем с тобой, и я тебя веду. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили безгласно миделов, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произносит анафемена Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Этот текст не просто так ставлен здесь, потому что нам очень важна концовка. Он говорит, а теперь ты Вадим мною, ты Вадим Духом Святым. Поэтому в этот Новый год очень важно вновь и вновь задать себе вопрос. В каких я отношениях с Ним? Вадим ли я Духом Божьим? Дух Святой во мне? Я позволил Ему быть во мне? Строю ли я отношения с Ним постоянно? Позволяю ли я Богу работать надо мной? Потому что все с этого начинается. И, конечно, задать себе вопрос, зачем я здесь? Просто машинальный приход, уход. Что-то произошло в моей жизни? Да, и часто мы останавливаемся, знаете, на этой первой встрече, на этом первом инсайте. И говорим, ну все, теперь жизнь другая. Но Бог говорит, нет, это только я повернул тебя, как когда-то Павла сказал, да, вот жизнь в этом направлении другая, но это еще путь. Поэтому сегодня мы будем говорить с вами об этом пути. Этот путь невозможен без Бога далее. Не бывает одномоментного принятия Бога, и все, и в этом остановка. Каждый день мы открываем нашего Бога. Каждый день Он открывает нам нас. И это ежедневный процесс. Если мы не вникаем в этот ежедневный процесс, то рано или поздно мы оставляем того, с кем когда-то познакомились. Вот поэтому есть точки переосмысления, есть точки остановки, для того, чтобы задать себе вопрос. Слушай, я в отношениях с Ним. В каких я отношениях с Ним сегодня? Итак, когда мы с вами заключили завет с Господом, Он дарует нам задаток Духа. Он в нас. Теперь мы Его. И теперь Он имеет полные права на нас, потому что мы сказали, мы твои дети. И Он борется за нас. Но при этом происходит параллельно еще очень один важный процесс. Получив задаток Духа, мы исполняемся им или приходим в полную меру, когда Он наполняет нас. То есть первичного обращения и одного обращения в жизни к Богу недостаточно. Это ежедневная работа. Работа над тем, чтобы с утра встать и сказать, я еще хочу быть с тобой. Я еще хочу строить с тобой отношения. У меня поколебалась вчера вера. Проанализируй почему. Может быть, ты вчера с Ним не встретился. Боже, я хочу встретиться с тобой сегодня, чтобы моя вера была сильна в тебя. Потому что это процесс. Потому что я понимаю, что если я не буду углубляться в отношениях с тобой, я пропаду. Кроме этого идет еще один параллельный процесс. Бог говорит, когда ты пришел ко мне, и я принял тебя вновь в свои объятия, я тебе не просто Духа Святого даю. Я с этим Духом Святым даю тебе дары. И вот это прекрасная тема. Друзья, мы с вами очень уникальны все. Но помимо отпечатков пальцев, у каждого из вас свой характер, свой набор качеств. У меня также свой набор. И вот Бог говорит, после того, когда мы с тобой соприкоснулись, я хочу открыть тебе тебя. Дабы ты осознал, кто ты реально. Сатана запудрил тебе мозги, пока мы встретились. Давай немножко проясним. И вот с этого момента, когда я буду открывать тебе тебя, а ты мне будешь позволять это делать каждый день, ты будешь кайфовать. У тебя будет радость. Потому что ты будешь делать то, что тебе нравится. Ты будешь открывать в себе то, что никогда не видел и не понимал таковым. Поэтому Господь и говорит, дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же. Вы видите, некая параллель. Дух, Господь и Бог. Все втроем они работают над тем, чтобы мы осознали очень важный момент. Что у нас есть дары, они различны, у каждого свои. И они выплывают в служение. То есть мы своими дарами хотим что-то сделать для нашего Господа. И вот в этом служении еще есть разветвление. Действия различны. Видите, какой большой спектр. По идее, нет ни одного похожего служения. Ни одного. Потому что все мы индивидуальны. И Бог желает, чтобы каждый позволил открыться Ему через себя. И это важный процесс. Если мы не позволим Духу Святому быть в нас, и не позволим Духу Святому открывать в нас дары, а эти дары не перейдут в служение, а служение в действие. Друзья, мы просто останемся теми, кто слышали о Боге, но не знаем Бога. Мы останемся теми, кто даже знает, как правильно делать по Богу, но так и не встретились с Ним. Потому что все, о чем мы сейчас считаем с вами, это в первую очередь отношения с Ним. Ты вошел в эти отношения, а далее ты просто действуешь, потому что ты по-другому не можешь. Вот почему очень важно лично встретиться. Эта личная встреча очень важна. Потому что Он говорит Дух, Дух один и тот же. Друзья, нас должен объединять один Дух. По-другому ничего не получится. Мы не сможем наилучшим образом возвестить эту весть Евангелия другим людям, если не будем в одном Духе. Потому что каждый будет руководим своими, может быть, амбициями, желаниями, видением, если не будет Духом между нами. Поэтому Господь говорит, перед тем, как я хочу тебе открыть, как вообще взаимодействует организм мой, тело Христово, я хочу воззвать к тебе и сказать лично, мне важен ты, поэтому я хочу, чтобы ты вот эти вещи понял в самом себе. Что значит соединиться со мной? Что значит покориться мне? Что значит впустить Духа Святого в себя? Что значит позволить дарам этим просиять через тебя? Ты раньше не понимал, в чем вообще суть. Ты думал, что те или иные действия, они приносят тебе удовольствие. Но нет, когда мы с тобой познакомились, когда эти дары стали сиять через тебя, когда ты начал отдавать это другим, вот ты начал понимать, что это здорово. Не для себя, любимых. Ведь чем отличаются наши друзья и те, которые поют на эстраде? Ведь поют и те, и другие, правда? Но когда ты это делаешь для Господа, ты получаешь мега удовольствие. И не надо никаких гонораров, потому что самый большой гонорар – это то, что ты с ним в объятиях здесь и в итоге там, а будешь петь в небесном хоре. Многие из поющих в эстраде не понимают сегодня, что они могут пропустить самый большой хор и прославление в своей жизни, потому что кто-то сакцентировал внимание здесь, на земном. Каждому дается проявление Духа на пользу. Вот почему нам нужно понять этот процесс. Дух дается каждому из нас. И дается не просто так, Он дается на пользу. Для того, чтобы созидать каждого из нас в небеса. Нужно просто позволить Богу дать, открыть в себе себя. Вот просто позволить Ему, скажи, вот сегодня просто сидя на проповеди, скажи, Господи, я хочу, чтобы Ты открыл мне меня. Покажи, что во мне еще есть такого особенного, Тобою вложенного. Помоги это использовать. Нет, давай еще познакомимся, я всего не знаю. Вау, вот, и это я вижу. И это когда-то замечал, а это не использовал. Господи, даруй в этом году, я буду использовать для Тебя. Дай мне сил, дай мне возможности, дай мне желания. Дух. Проявление Духа, оно дается на пользу. Еще один процесс, который происходит параллельно. Вы помните, что рано или поздно мы придем с Вами при встрече с Богом. И вот все Писание говорит о том, что мы приходим с Вами с плодами. Так вот, это еще один параллельный процесс, который происходит. Когда мы получаем дары Духа, они рано или поздно должны вызреть в плоды. И вот с этими плодами, ну, каждый, что любит, с виноградом, с лукошком яблок, кто с чем, он идет ко Христу и говорит, о, это те плоды, которые Ты во мне созидал. И я получил от них удовольствие. Знаешь почему? Потому что над каждым яблочком мы вместе с Тобой трудились. Вот эту гроздь винограда мы перебирали, чтобы самая лучшая гроздь, она дошла до Тебя. Мы были в процессе этом. Что-то подобное будет. Я лишь чуть-чуть, как человек, могу представить и описать, какая будет встреча. И каждый какого-правитель на этой земле скажет, Господи, я рад. Я рад этой встрече с Тобой, потому что мы были вместе с Тобой в процессе, мы участвовали в том, чтобы я не потерялся. И другие услышали о Тебе. Вот почему нам нужен Дух, Его исполнение, распознание даров. Распознав эти дары, их необходимо окунуть в служение. И в этом служении действовать, не сидеть на месте. Я помню тот момент, когда начиналось служение церкви Абстрии. Я помню, когда семь человек собрались на коленях и мы молились. Я помню этот момент. Немногие сегодня есть на этом месте. Я пару человек только видел, Лешу и Сережу, когда мы стояли на коленях и говорили, Господь, мы знаем, что ни одна душа не должна потеряться в этом мире. Поэтому, Господи, Ты покажи, каким должно быть это движение. Что нам сделать, чтобы ни один молодой человек не потерялся. Но перед тем, как мы собрались в это одно движение и молитву, я помню, это было у Леши дома. Помнишь тот момент, Леш? Он сбоку сидит. Я помню, как мы молились. Это было ночная молитва. Леш, я рад очень видеть тебя, особенно в этот день. Я помню, как мы молились за этот момент. Я не знаю, как ночь прошла, да, так? Молились, потом разъехались, то ли под утро, не помню. Но это было такое одно дыхание. Мы взялись за руки, а у нас все были уникальны в этой компании. Каждый молился, как умел, как ему было удобно, кто стоя, кто сидя. Это что-то было такое. Ну вот мы соединились вместе. А до этого каждый молился. Каждый молился о том, чтобы что-то изменилось в его жизни и в жизни церкви и молодежи здесь, в Киеве. А это был, наверное, 2009 год, да? Может быть, 2010. Не помню, Сереж, какой год был? 2010 год. Сколько лет назад, да? 2012 уже. Я помню тот момент, когда тоже переживал. А знаете, почему переживал? Я не просто так рассказываю вам этот опыт, потому что сам когда-то я ушел из церкви. Будучи в церкви с детства, зная все правильно, как правильно, я еще не вышел, ну, может быть, по возрасту, к тому времени, на личные отношения с Богом. Жил верой папы, мамы, ну, вот, окружающих, церкви. И в один момент мне стало просто грустно и скучно. Ну, один из факторов, который мы хотели решать для этого. Но это не все. Мне просто... Я не находил себя. Ну, знаете, что я нашел в мире? В мире я нашел принятие, дружбу, братство. Но когда я там побыл, ну, с мышлением правильным, заложенным Господом, я благодарю мою маму, которая постоянно молилась, до сих пор молится, и вот вкладывала в меня по чуть-чуть. А в нужный момент, когда она прям ходила по пятам, говорила, ты не туда идешь, я сказала, оставь меня, у тебя твое время молиться. И она вымолила меня. И Дух Святой работал надо мной. Потому что когда-то, по молитве матери, когда-то, когда я позволил ему работать над своим сердцем, он продолжал стучать. И вот он достучался для того, что я сел однажды и сказал, а что дальше? У меня было с чем сравнить, да. Я дитё верующих родителей. У меня не было моей веры. Но у меня было что сравнить. Я стал оглядываться в этот мир и посмотрел, и чему итог. И знаете, каков итог? Итог он проявился чуть позже, в моей 36. Когда я приехал на свои районы, где я живу, на те площади, на которых мы ходили, тусовались, сидели, висели, как хотите. И я не нашел там не то, что половины ребят. Я встретил лишь парочку, которые остались в живых. Кто-то умер от зависимости, алка, наркотический. Кого-то просто убили, потому что он полез не туда, куда нужно. А кто-то сейчас непонятно, как ведёт жизнь, меняя одну семью на другую и так далее. И я остановился и сказал, господи, как же ты вовремя меня повернул? Потому что я просто позволил тебе просто простучать в моё сердце. И вот когда я уже учился на богословском факультете, лично за свой опыт расскажу. У каждого из наших ребят, кто молился, был свой. До того, как мы собрались вместе. Я лежал у тёти в Чернигове. Это был, наверное, новогодний каникул. И Бог меня пробуждает в два часа ночи. Я первый раз так встал, вообще честно вам скажу, потому что студенты спят, вы же знаете, как нужно набираться сил. И я в два часа ночи раз и говорю, господи, что-то здесь нету. Говори ко мне. И я молился. Я сказал ему свои чаяния и переживания. Я говорил о том, как я когда-то был в церкви, ушёл. Почему я ушёл? Что мне не хватало? И мы молились. И я молился. И я говорил ему, господи, я хочу, чтобы то поколение, которое за мной, оно имело благословение, имело место, где они будут встречаться вместе, где они смогут объединиться вокруг тебя, разные, но в одном духе, и служить тебе. Ну, сегодня это благословение, я вижу, вот вы сидите здесь. Я многих из вас не знаю, и вы меня не знаете. Может, где-то видели, но мы ещё познакомимся. Но мы молились тогда так. И Бог дал картинку, как это могло быть. Я с этой картинкой прибежал к Серёже. Я говорю, Серёжа, у меня идея. Давай что-то делать. Он говорит, и я видел вот это. И третий человек говорит, а я вот то. И мы молились, и мы собирали команду. И нас тогда было 7 человек. Может быть, Господь специально так продумал полнота. 7 человек. И мы всемиром молились. Это были разные ребята с разных церквей. Но каждый был особенный. Каждый был лидер. И вы знаете, как лидерам вообще сложно. Я думаю, ваша команда тоже это знает. Все лидеры, все хотят, все движут. И вот как? Первого плана, второго. Кто поможет, кто впереди, кто сзади? Это был особый опыт. Но мы тогда согласились, сказали Господу, мы не хотим пропасть. Потому что Господь говорит следующее, что когда ты будешь возвещать весть обо мне, ты спасёшь и себя, и слушающих тебя. Поэтому мы поняли, что этот процесс нельзя оставлять в нашей жизни. И мы молились. Мы окунали в действие одно решение за другим. Что-то не получалось, что-то получалось. Менялась команда, она росла, уменьшалась, но это был большой процесс. Друзья, это то, чем мы движимы были, когда начинали это движение. Друзья, сегодня стоит переосмыслить, где мы и куда мы идём, как церковь. О чём я мыслю сегодня? Друзья, мыслим ли мы о том, что ещё мир вокруг нас, он погибает, и люди не знают о Боге? Мыслим ли мы так ещё? Или нам хорошо просто быть, потому что мы уже, мы уже пришли в гавань? В этой гавани Господь работает над нашими сердцами и говорит, слушай, ты не представляешь, но и в ковчег он безмерный, он резиновый, ты приводи, ты не переживай. Мы построим второй этаж, третий, мы откроем ещё где-то дочернюю церковь. Места хватит всем. Ну и самое главное, он говорит в первом блоге, который мы говорим сейчас с вами, что в этом процессе, находясь, ты и сам не теряешься. Вот что важно Богу. Нести и весть о Нём. Вот это и есть то название миссия. Миссия, если вы когда-то слышали эти слова. Это когда я рассказываю о том Боге, которого сам люблю и в которого сам верую. Миссия. Первый Коринфянам открывает нам следующее, что духом, каждому даётся проявление духа на пользу, и одному оно даётся словом мудрости, другому — слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному различия духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Всё же сие производит один и тот же дух. Понимаете, почему нам важно быть в духе? Отлично. Тексты видите. Почему нам важно быть в духе? Потому что тогда не мы будем делать, а Дух Святой будет через нас говорить и показывать. Тогда не будет мое я, мое желание, а мы все, помолившись по разным местам, придем и скажем, мне Дух сказал вот это, и все увидим, что Господь ведет церковь. И это подбадривает. Это подбадривала Первопостольскую церковь. Поэтому нам нужны молитвенные собрания, ночи бдения, отношения вот эти вот очень близкие, с ним и с друг другом, чтобы делиться, чтобы вымаливать его проекты. Не нужно свои. Знаете, мы сейчас с нашей церковью боремся, у нас было много своих проектов. Да, я пастырь интернациональной церкви, я, может, не представился вначале. У нас много было разных проектов, но сейчас мы молимся и мы говорим, Боже, мы хотим в этом году Твои проекты. Потому что где-то своими силами делали, потому что везде у всех так, друзья, нет. Вы организм очень важный, вы индивидуальность, вы личность. Обстрим Чочи – это индивидуальность, это личность, которая очень важна в теле Христовом. Просто как организм, целый. У вас своя миссия, свое направление, и в этом благословение. Как когда-то говорил Рик Уоррен, никогда в жизни не копируйте мою церковь. Никогда в жизни. Распознайте, что у вас есть. Вот об этих дарах, о которых мы говорим. Распознайте, кто из вас чем обладает. И это будет уникальная церковь. Принесите эти дары к Богу и скажи, Боже, это Твои дары, Ты же мне их дал. Используй их во славу Твою. Да бы когда ты пришел, ты получил те плоды, которые ты ожидал увидеть, а не те, которые я придумал, чтобы на яблоне что-то виноград появился. Хотя иногда бывает, лоза появилась, ну и говорят, но нет, это чуждое что-то. Чтобы придя к смоковнице, он плоды увидел. Не просто листья, не просто мишуру. Да, Боже, вот где-то здесь, я здесь, я рядом. А плоды где? Все же сие производит один и тот же дух. Смотрите, дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Дух уже разделил каждому из вас что-то особенное. Ну распознайте, это будет здорово, поверьте. Я всегда говорил и молодежи, и моим друзьям, они говорят, о, пастор, как вот выбрать профессию, как вот пойти, и чтобы она тебе нравилась, и чтобы твое было. Ну знаете, сегодня рекомендуют как? Ну сегодня IT, да? IT это вперед. Среди планеты вся. Все IT-шники. Я помню, время были все экономисты, были все юристы. Ну в общем, каждая эпоха рождает, ну как бы череду всех-всех-всех, и все как-то хотят вот такими быть. Но Бог говорит, ты индивидуальность, ты личность, распознай в себе себя и делай это от чистого сердца то, что тебе нравится. Понимаете, нет ничего круче, когда ты будешь ходить, возможно, за маленькую оплату, ну в связи, не знаю, со страной, жизнью и все остальное, но будешь работать по той профессии или заниматься тем, что тебе приносит кайф. Я не побоюсь этого слова. Потому что ты будешь делать это от чистого сердца, и люди будут это видеть. Мы часто ходим на работы, потому что, ну, работа приносит хорошие деньги. Друзья, что-то подобное с Богом. Богу важно, чтобы мы кайфовали с Ним, чтобы мы с Ним получали эти прекрасные ощущения, что, ну вот, мы нужны друг другу, и эта семья, и Он нас обнимает, и мы его. И уходя из этой семьи, мы говорим, вау, и знаешь, я где-то был на небесах. На время я отключился, и теперь я хочу, чтобы на эти небеса пришли и еще мои друзья и попробовали, как быть, ну, немножечко не здесь, не в этом мире, которая движется, ну, вообще в другом направлении. Не мне вам рассказывать, как движется Киев, правда? Белка в колесе, и она такая загнанная, что она уже хорошо похудела, но она еще до норексии себя изнамеждает, и вот она крутится, крутится, и никто не может это колесо остановить, чтобы она сошла и немножко пришла в себя. Понимаете? Гонимся зачем-то. Зачем? Друзья, честно, мы уже пришли, ну, по большому счету. Помните, Писание говорит, если внутри вас есть царство, так по сути мы уже в царстве. Только нужно это царство просто распространять и не терять. Друзья, вы уже граждане царства. Я гражданин царства. Welcome в реальность, да, говорят. Приветствую, мы теперь здесь. Ну, чтобы просто теперь, Боже, где мое место? Что вот я, что мне сделать? Чтобы, знаете, после нашего размышления сегодня, когда в следующую субботу кто-то уже из служителей будет на месте, и вы скажете, слушай, ну, вот я проанализировал. Чтобы эта неделя зря не прошла. Я проанализировал. У меня вот есть такие дары, у меня есть вот такие таланты, я хочу окунуть в служение Богу. Пристрой меня. Скажите, вы же, я же правильно обратился, да, беру по устройству. Вот определи, как пастырь, помолись, где мое место, где моя часть, чтобы эта цепочка не разрывалась. А Бог сказал, каждому есть часть. И когда каждый начинает так двигаться, первое, я самое главное вам скажу, мы не умираем, мы спасаемся, мы находимся в процессе спасения. И второй момент, не теряются окружающие нас люди. Часто мы задаемся вопросом, а почему окружающие нас люди теряются? Да потому что они видят, что мы тоже какие-то, ну, кто-то фанатиками нас называет, ну, потому что мы отчасти какие-то такие, нереальные. Либо нету христиане, либо чего-то не хватает у нас, вот этого Бога, который сам сияет. Не я рассказываю, потому что, когда сияет Бог, тогда, видя меня, они скажут, на это я закрою глаза. Смотри, вот в нем, в нем кто-то другой. И он его меняет. Потому что вчера, и третьего дня, он был ужасным человеком. От него кошки во дворе прятались. А теперь, теперь он открыл приют. Ну, я, пора ли. Понимаете? И вот, знаете, Иисус так аккуратно, я вам напомню, как вообще главы устроены. В 11-й он говорит о вечере Господней. Все заключившие завет с ним пришли, помыли ноги, смирились. Хотя тогда еще не совсем все ученики понимали. Ну, механику выполняли правильную. Обнялись с ним. Он им рассказал пример нагомовения. Кто там старше, кто младше, кто служит. И вот, в 12-й главе он подходит к важной теме. Говорит, вот мы опять с тобой обновили завет, но обновили, что дальше? До следующего обновления? Нет, давай разберем мои и твои отношения. И первый блок, который мы с вами тронули, это дух в тебе. Это знак, что мне нужно заканчивать. Окей. Это дух, который в тебе. Это основание. Вот, давай начнем с него. Ты и я, мы, наши взаимоотношения. Вот с этого все начинается. Итак, это мы с тобой проговорили. Впусти меня в себя. Позволь мне духом работать над тобой, открыть дары, служение показать тебе. Куда вот, куда взаимодействовать этим служением? Вы понимаете, если я придумаю сам это служение, опять я буду. Понимаете, можно остановиться на том, что он дары показал, а я такой, опа, у меня такой дар, я должен быть здесь. Нет, пусть он покажет, где ты будешь, потому что ты там получишь максимум, благословение и служение. Где мне быть? Действие. Какое действие необходимо производить? И вот, далее он говорит, а теперь смотри, вначале мы разобрали с тобой момент о тебе, кто ты в этом теле, в этой системе. А теперь смотри, есть церковь. В церкви вы все разные. Я разный, все мы разные. Объединены мы одним духом, мы уже это поняли, но дальше он говорит. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или эллины, рабы или свободные, все напоенные одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. То есть, тело не может быть, как мы дальше читаем. Если она скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели не потому, она потому не принадлежит к телу. Первый аспект, который поднимает Господь, он говорит следующее. Не может быть что-то вне этого тела, хотя сегодня, знаете, достаточно течений, направлений и служений, которые были некогда с нами. Мыслили одинаково, духом одним мы были, Вадимы, но они сказали, сори, и отошли в сторону. Мы видим другое, понимаем другое. Знаете, в этом моменте я говорю для наших друзей, для моих друзей, которые решили так сделать. Когда Иисус в откровении ходит вокруг светильников, Он ходит не вокруг лучинки или отдельной свечечки, которая стоит. Он ходит вокруг церкви и определенного периода церкви, ну, когда живет церковь в определенном периоде. Он ходит вокруг нее, потому что Он заботится о ней. И Он говорит и положительные, и отрицательные стороны. Где-то положительные, но в основном положительные, и отрицательные. И самим церквям Он говорит, вот это хорошо, вот это плохо. Я работаю над тобой. Это тот текст, который мы прочитали в Коринфянам. Вы думали, вы тогда Вадимы были? Нет, вот вы сейчас почувствуете, что я вас веду, потому что я вас корректирую, я вас корректирую в свой образ. Тогда, когда вы соглашаетесь служить и быть в этом процессе, я корректирую в свой образ. Позвольте мне это сделать. Но если ты говоришь, я в стороне, нет такого. Вы пришли в это тело, вы едины, нет чего-то в стороне, есть разномыслие, но в одном духе. Для того, чтобы сделать наилучшее в этом мире, пока мы еще дышим. Такой целью мы были, ну не побоюсь этого слова, одержимы в начале этого пути. Лучше быть одержимым Богом, чем сатаном. Вот мы этого желали и желаем сейчас каждый. Важно, когда мы подключаемся в ту или иную церковь, мы подключаемся к тому, что желает Господь. Потому что Господь нам это открыл. Ни в коем случае это не была идея моя, Сережа, Леша, кого, тогда Алинка была, да, вот не этих людей совершенно. Мы просто были движимы тем, чтобы было это благословение, было это место для того, чтобы мы могли собираться. Поверьте, 12 лет назад было сложно собраться где-то в стороне. Вот просто иметь то место, где будет молодежь. Где будут звать своих друзей. Где будут строить в своем контексте, и вот как они видят. Это было так сложно, но все меняется. И я благодарю Бога, что тогда кто-то стоял в прорыве, чтобы это сделать. И сегодня мы здесь. Сегодня я, слава Богу, добрался, чтобы с вами увидеться. Долгих 12 лет добирался, чтобы быть здесь. Господь таким образом определил, что сейчас я в Киеве тоже. Я рад, что мы будем чаще с вами видеться. Я верю в это. Итак, никто не может быть в стороне. Не нужно допускать свои, знаете, амбиции, эмоции и все остальное. Своё я, кстати, здесь Бог работает над этим эго. В один организм. А теперь самое главное. Представьте, вот кто-то в этом организме говорит, нога, ну я, я не в теме. Я там сама где-то. Что с этим организмом? Теперь этот организм нуждается в костылях, потому что у него одна нога. Этот организм может осуществлять полноценное служение? Нет. Он будет совершать служение? Конечно, будет. Но что, тело остальное движется? Но а с какой скоростью? И в каком объеме? Этот организм будет больше уставать? У него будет меньше возможностей? И это потому, что кто-то может позволить себе вот отойти в сторону и сказать, ну я, я не в теме. Потому что я вот такой. А если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз. Как часто у нас бывают эти сравнения, друзья. А, эти поют, но если я не пою, значит я вообще там не тот, лузер я. Я не умею ни того, ни другого. Вы слышите, Бог дал каждому таланты, дары. Распознайте их и вложите в дело Божье. И тут начиналась новая проповедь о верном управителе. Да, в общем, понимаете, это очень важно. Но Бог расположил члены как? О, простите, 17 текст. Если все тело глаз, то где слух? То есть мы не можем быть один всем. Я вам больше скажу. Знаете, что я осознал, когда мы собирались вместе, друзья? В церкви Божьей нет главного. Главный Господь. А каждый из нас в меру полного такого натулся, ну, не пышности своей, а, или как я, объема. А вот в меру тех талантов, которые Бог дал, Он в меру их развил и служит на полную. Вот главный тот, кто служит. Потому что Иисус, помните, каким был? Нашим Богом. Он был главным, но главный пришел на вечере, пока все спорят и моют ножки. Спокойно объясняясь своими делами. Вот оно. И главный не тот, кто лидер, даже не пастырь, я вам скажу. Порой главнее тот человек, который встречал сегодня меня и побрызгал мне на руки этого спирта, от которого руки сохнут. Да. Но он позаботился обо мне. И это приятно. Это благословение. Если все слух, то иди обонянием. То есть, каждому Бог дал свое место, каждую свою ячеечку. Просто придите и займите ее. И кайфуйте в ней. Потому что, когда вы придете на небеса, у вас тоже будет та же призма, та же ячеечка. Здесь только начало нашего развития. А там? Ого, а там взлет. Здесь мы только раскрываемся. Поэтому, если пять дыров, нужно раскрыться на пять. Три на три, но на полноту. Об этом молитесь тоже. Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. Доверьтесь ему, он расположит это. Вы будете в том месте, где необходим. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке. Ты мне не надобна. Или так же голова ногам. Вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Если вы думаете, что пастырь самый сильный, то нет. Он бывает очень уязвим. И бывает очень слабейший. Потому что с этого она бомбит. Просто на примере своем говорю. Не всегда хочется сюда зайти. Вот на это место и говорить о святых вещах. Поэтому не думайте, что слабейший, это тот, кто на входе. Я слабейший в первую очередь. Не может глаз сказать руке. Ты мне не надобна. Друзья, мы все нужны. Каждый нужен. Вы мне нужны. Я вам нужен. Что толку говорящая голова здесь на месте? Даже если ее снимают. Когда вижу ваши глаза, реакцию, смех. Значит, я еще в теме. Что-то говорю важно. Или так же голова ногам. Вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем по печенью. И неблагообразные наши боли благовидно покрываются. И благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном боли по печенью. Дабы не было разделения в теле. А все члены одинаково заботились друг о друге. Потому что вот эту заботу, которую видят люди, заботу, которая при входе, в момент здесь нахождения, в течение дня, в течение вашей жизни люди видят, и они идут в такой заботе. Потому что эту заботу дал вам Бог. Он позаботился о каждом из нас. И мы заботимся о друг друге. Вот на это идут люди. Не картинка. А то, что изнутри сияет к этим людям. Когда слова, исходящие из сердца, они достигают сердца. Вот это оно. Посему, страдает ли один член, страдает с ним все, все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Вы слышите, о каком единстве говорится? Переживаем ли мы так? Живем ли мы так? Когда кто-то из нас болеет, падает духовно, друзья. А то мы обычно, знаете, палец заболел, значит все переживают. Духовно упал. Самое главное. Переживаем ли мы вместе так о нем? Славится ли один член, с ним радуются все члены. Мы единый организм в Духе. И вы тело Христово, а порознь члены. Пускай Господь сегодня даст каждому из нас осознать. Осознать тот момент, что вот без Него все, что мы прочитали, но не работает. Не работает даже вечер, на который мы пришли. Если это просто хороший сценарий, проработанный выход из-за ход людей, разнос этих символов. Символы вот ничто будут, если нет самого главного содержания. Поэтому Бог говорит, смотри, на вечер мы пришли с тобой и вновь с тобой обновили те отношения. Обнови вы их, давай в новом году мы посмотрим. Я же не хочу тебя в неведении оставить, а дарах. У тебя куча даров. Давай мы эти дары будем использовать для служения. В этом получишь удовольствие и ты, и окружающий тебя. А потом, когда ты придешь в твою церковь, и те, кто смотрят нас сегодня в твою церковь, и ты скажешь, я хочу занять сегодня то место, которое Бог мне предназначил. Я молился, пастырь, помолись и ты, какое место мне занять в этом большом теле? У меня сегодня откровение. И Бог нам открыл это через Коринфянам 12 углов. И когда вы будете на этом месте, а может быть уже находитесь на этом месте, попросите Бога, чтобы Он дал раздуться вам не в меру вашей гордости и пышности, потому что она осталась за дверями, но в меру полноты вот этих талантов и даров, которые Бог дал. А знаете для чего? Вот здесь будете эгоистами для самих себя, потому что вам будет классно от этого состояния. А если будет классно вам, будет классно тем, которые придут в эту церковь, придут и увидят вас на работе, в вашем доме, им будет классно, потому что вам классно. Вот это все называется тире христианства. А то, чем мы сегодня занимались, переосмысление. Пускай, милующий Господь, благословит всех нас, чтобы мы переосмыслили.